Хочу призвать вас всех не доверять гидам в Египте, потому что я чуть не потеряла свою дочь в деревне Бедуинов, вот когда взяла экскурсию на квадроциклах. Когда мы уже купили такую экскурсию и распределялись по квадроциклам, мы познакомились со своим гидом. И он, естественно, начал спрашивать, имеем ли мы такой опыт катания. Я говорю, да, я уже каталась, я знаю, я это люблю, поэтому дочка поедет вместе со мной на одном квадроцикле, так как она еще совсем маленькая. Ей тогда на тот момент было 11 лет. Хорошо. Распределялись колонну, я говорю, мне, в принципе, без разницы. Но обычно я люблю ездить спереди, потому что сзади, которые едут, обычно новички, они немножко подтупливают. Но не об этом речь. Она поехала со мной, и, соответственно, в ходе экскурсии мы познакомились с нашим гидом, и он говорит, а сколько лет вашей дочери, а сколько такая красивая девчонка, такая, говорю, а она у меня для своего вожества, она очень рослая. То есть в 11 лет она выглядела лет так на 13. Хотя по внешнему виду все равно можно было видеть, что ребенок еще совсем. Мы приехали в деревню, и ничего не предвещало, нас напоили бедуинским чаем. Это деревня бедуинов, это там, где нет цивилизации, это пустыня. И когда мы уже начали опять формироваться в колонны, он говорит, слушай, девчонка, наверное, тоже хочет попробовать. Давай-ка она со мной сядет на квадроцикл, а я сзади сяду на вот это сидение, и буду, если что, ей помогать. Я говорю, ну окей, хорошо, если такая опция предусмотрена, пожалуйста, пусть попробует. Я, соответственно, думала, что я поеду вместе с ней рядышком. Но тут он мне говорит, вы, девушка мадам, опытная, давайте вас перед колонной поставим, а мы поедем сзади. Я такая, хорошо, ладно, я сажусь спереди колонны, и, соответственно, мы должны были уже выдвигаться. И первое, соответственно, у нас уже, мы поехали. Я, как мать, естественно, оглядываюсь назад, еду ли они, еду. И мы проезжаем 100 метров, и я понимаю, что этот квадроцикл с моей дочерью остается в этой деревне. Я разворачиваюсь, меня начинает полностью преграждать мне путь. Вот эти, первый экскурсовод, который во главе колонны едет, он начинает преграждать мне путь. И, соответственно, препятствие того, чтобы я вернулась обратно. Мы уехали всего лишь на 100 метров. Я ничего не послушала. Я полетела назад, и вижу, что уже возле моей дочери стоит четверо-пятеро взрослых мужчин, этих бедуинов, и они о чем-то спорят. Я дочери кричу, она быстро ко мне назад. И ту злость, которую я видела в их глазах, что я расстроила их план, никогда не забуду. Поэтому никогда не доверяйте экскурсоводам. Пожалуйста, будьте на чеку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.